Почитать, посмотреть или послушать. У современных школьников есть выбор, как изучать произведения художественной литературы. Так, по поэме Константина Иванова Нарспи ставили оперу, мюзикл, а теперь записали аудиокнигу. Вместе с 10-м классом Чебоксарской школы номер 6 ее послушала наша съемочная группа. Хорошо поставленным голосом, с нужным выражением, передавая все эмоции, читать могут далеко не все. Зато это получается у профессиональных актеров. В озвучивании аудиокниги участвовал заслуженный артист России Михаил Ефремов, который, кстати, является правнуком Ивана Яковлевича Яковлева по материнской линии. Аудиоверсия поэмы вышла на двух языках – русском и чувашском. Беречь не помогла, шенихом таким и дурак так себя бы не вела. По сути, получился формат аудиоспектакля. Школьники оценили. Материал усваивается, глаза отдыхают, а актерская игра помогает глубже понять характер персонажей. Мне очень понравилась поэма Нарспи, особенно понравилась аудиокнига, потому что сама поэма, она очень красиво написана красивыми словами, и приятно ее слушать в виде аудиокниги. Мне очень понравились, как описаны обычаи и традиции, которые были в древние времена. Это очень интересно слушать, и я считаю, что и в наше время есть такие девушки, как Нарспи. Столичная администрация уже позаботилась о том, чтобы аудиоверсия книги была во всех городских школах.